Платок утерян. Где он? Говори! Мой господин, платка я не теряла. Поверь, чисто перед тобой. Платок! Ужалься, повелитель! Платок! Клянусь вам, не теряла я платка. Платок! Хватит, не надо больше платка. Платок! Платок! Все, это... Гражданин следователь, да я ни в чем не виновата. Гражданин следователь. Ой, ну я вам сейчас все объясню. Гражданин следователь, записывайте. В тот вечер мы играли от Эллу. Шел пятый финальный акт. И по ходу спектакля артист Бабаян поинтересовался. Молилась ли ты на ночь, Дездемонна? Ну вы знаете, гражданин следователь, ну какая я была в тот вечер затурканная. Какая я замотанная была. Генку моего в школе укусили. Кто-кто? Зауч на педсовете. И вот представляете, я стою на сцене и чувствую, что я не помню. Я не помню, молилась ли я. Или я не молилась. Я говорю Бабаяну, я говорю, Эдик, я не помню. Эдик, души скорей. Сойдет и так. Домой пора, спина болит. Нет, гражданин следователь. Это слова не из Шекспира, это слова из меня. Ну, конечно, у Бабаяна квадратные глаза от неожиданности. Но он виду не подает и говорит, ну ты, Сдимонна, ложись удобней. Сейчас я буду лютоват. Да, гражданин следователь, он принудил меня лечь. А что, он стоя меня будет душить? Господи. Метр пятьдесят в прыжке. Да стоя он меня сможет задушить только с табуретки. Конечно, я легла, куда деваться. Я не звала на помощь. Зачем не звать на помощь, гражданин следователь? Что вы такое подумали? Вы подумали, что Бабаян? Вы его точно и не видели, гражданин следователь. Это же телепузик кавказской национальности. Да я же с ним и за миллион долларов. Хотя, нет, ну откуда у нашего Бабаяна миллион долларов? Конечно, я легла. Я лежу, я жду, когда меня придушат. В театре тихо, сочувствуют. И на меня вроде как накатило. Я говорю, отелла муж, давай же перед смертью пожрем, как люди. Слугам прикажи, пусть принесут салатик, пиво, рыбки. Потом придушишь нафиг. И домой. И в этой тишине какой-то зритель с балкона крикнул, ну чё ты жмёшься, негра? Ну и покорми бабу. А другой из портера крикнул, господа, а в чём базар? Конкретно накрываем поляну и все дела. И в это время на сцену выскакивает артист Смирнов, который яго и на весь театр кричит. Граждане, вместо того, чтобы в храме искусства накрывать лужайки, лучше помогите задушить эту заразу. Вы представляете, гражданин следовательный, это он про меня. Про лучшую деземону России уже 25 сезонов подряд. Конечно, я ему возразила. Я говорю, ах ты, козёл. Это я, зараза? Да большей заразы, чем твоя жена, артистка Смирнова. Нет в природе. И, конечно, я ему рассказала всё, что я знаю про его жену. Он же думал, что его заразе всего 38 лет. Вы представляете? Да она в нашем театре на сцене уже 64 года. Да она играла Троцкого ещё при жизни Ленина. И в это время на сцену выскакивает этот Смирнов и кидает в меня копьё. В меня бедную без защиты. В меня интеллигентную. Что? Кто бросил в потерпевших Смирновых две лавочки, трон, кровать, огнетушитель и артиста Бабаяна? Ну, я? Но как мне при этом аплодировали и просили на бис повторить список тех, с кем Смирнова жила с 1913 года? Между прочим, в алфавитном порядке. И когда я дошла до буквы Д, на сцену выскочил наш главный режиссёр Дрюкин. И закричал, кто первым придушит Дездемону, сразу даю народного артиста. Вот это была провокация, граждане следователи. Записывайте за звание народного. Они топтали и душили друг друга. И зрители рванули на сцену. Они бежали и кричали вперёд за Дездемано. Завязалась драка. Вызвали ОМОН. И когда я увидела, что на сцену выезжает БТР, я схватила его за колесо, оторвала пулемёт. И как дала очередью по Яго, по режиссёру Дрюкину, по нашему театру, по всей нашей жизни. Это был мой лучший спектакль, граждане следователи. Я думаю, что после этого они просто обязаны мне дать звание Народная артистка России.